Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей и вы находитесь на канале Guitar Mania. И сегодня у нас будет очередная серия про этот синий-синий-красный бисерич. Сегодня мы постараемся привести в порядок тот Floyd Rose, который был в комплекте к этой гитаре. Ну что ж, с этой гитарой мне достался вот такой Floyd Rose. У него состояние откровенно так себе. Я не пойму, то ли он весь грязный, то ли он весь ржавый. Потом не хватает одного седла. В этом седле у нас нет ни сухаря, ни болта. Ну и в принципе все. Нам нужно поставить седло. Два седла. Как вы знаете, я заказал уже себе такое седло с сайта Алиэкспресс. Не было рычага, я также заказал рычаг с сайта Алиэкспресс. Вот такие седла я нигде не мог найти, кроме Алиэкспресса. Мне потом подсказали, что на eBay еще можно такое купить. Но я насчет eBay не догадался. Но никаких магазинов в Москве, там еще где-то в интернет-магазинах типа Струнки.ру, опять же, таких седел не было. Были седла, были, но они другие, не такие. Итак, сейчас я хочу... Давайте я вам сразу покажу рычаг. Рычаг стоил, по-моему, меньше 100 рублей. Я как-то его вам уже показывал. Рычаг очень хороший, не гнется он, крепкий, не ломается. Хорошая резьба. И вот здесь есть пластиковая втулка. Я уже его мерил. Он идеально подходит. Резьба также подходит. И кто-то у меня спрашивал, не болтается ли он в стакане. Я вам сразу покажу, что он не болтается, особенно если его затянуть. Смотрите, он держит свое положение. Как вам нужно. И в стакане он не болтается. Так, давайте пока его уберем. Также я уже показывал вот такой пакетик. Здесь у нас пришли опоры для Флайд Роуза. Вот такие. И вот здесь вы видите второе. Вот наши седла. Новые седла. Надеюсь, что они будут хорошие. Стоили очень дорого. По 300 с чем-то рублей за штуку. И вот у меня есть еще. Так, это опора для этого Флайд Роуза. Вот у меня есть еще болтики. Это вот эти болтики. Их тоже здесь, естественно, не хватает. И я их тоже заказал. Стоили за набор за 6 штук тоже, по-моему, 300 рублей. Так, давайте сейчас это все в сторонку отложим. Кстати, там очень хороший магазин я нашел. Там очень много запчастей для гитары. Всяких мелочей для Флайд Роуза, для других тремоло, другие всякие мелочи. Я вам ссылочку оставлю в описании под видео. На все вот эти штучки я тоже оставлю ссылку в описании под видео. На самом деле, мне достался очень хороший Флайд Роуз с этим синим бесеричем. Бесерич, конечно, в таком состоянии не очень хорошем. Но играть на нем будет можно. И купил я его, по-моему, я не помню, за сколько я его купил. Это тоже было достаточно давно. Купил я его тогда, по-моему, за 2000 рублей. Так он у меня и лежал без надобности. И сейчас я решил его восстановить. Если к нему будет большой интерес, возможно, мы его даже в итоге разыграем. Но не буду обещать, потому что, например, видео, в котором я просил вас, моих подписчиков, оставлять свои вопросы для того, чтобы я мог снять для вас отдельное видео с ответами на вопросы, но оно не вызвало большого резонанса, скажем так. И вопросов было очень мало. Настолько мало, что их не хватит. Не хватит для отдельного видео. Так, седла мы сняли. Теперь нужно открутить вот эти места. Кстати, вот здесь я уже показывал. Написано Джексон. То есть это Флойд Роуз Джексона. И вот здесь вот. Вот так, наверное, вам будет видней. Надеюсь, что видно. Написано, что это лицензионный Флойд Роуз. Выглядит он, конечно, страшновато. Весь ржавый. Но ничего. Сейчас грязь мы с него отмоем. Но с ржавчиной делать нечего. Но в любом случае он будет работать. Он будет настоящим рабочим Флойд Роузом. Я думаю, что все будет хорошо. Ну что ж, у меня есть вот такая мокрая тряпочка. Никаких средств у меня, к сожалению, для него нет. Ну, давайте попробуем что-нибудь оттереть. Ржавчина это или все-таки частичная грязь. Ну что ж, друзья, вот что получилось. Возможно, на камеру видно плохо. Но вся коричневая ржавчина оттерлась. Вся грязь от рук оттерлась. Грязи было очень много. Из-за этого, видимо, он весь и почернел. Единственное, что осталось, это темные пятна. В тех местах где-либо стерся, либо просто уже слез хром. Ну что ж, давайте теперь его собирать обратно. Вот они, новые седла. Как я и говорил, ссылочки на них оставлю в описании под видео. Теперь осталось установить седла на Флойд Роуз. И можно считать, что Флойд Роуз готов к работе. В следующем ролике мы с вами установим этот Флойд Роуз на гитару. Поставим струны. И также установим еще топ-лох на гитару, которую я также заказывал с сайта Алиэкспресс. Посмотрим, как он вообще хороший-плохой. Не проворачиваются ли там болты. Так. Болты мы будем ставить все новые, которые я также заказал с сайта Алиэкспресс. Шесть штучек стоили аж 300 рублей. Это дорого. Но ничего страшного. Новый Флойд Роуз стоит, ну, наверное, от 6 до 15 тысяч, смотря какой. Если, конечно, заказывать на Алиэкспрессе, то будет гораздо дешевле. Но я думаю, что этот несколько все-таки лучше по качеству. Все болтики подходят по резьбе. Я думал, с этим могут возникнуть проблемы, но проблем не возникло. Ну и все. Наш Флойд Роуз готов к бою. В следующем ролике мы его установим на гитару. Установим струны, настроим гитару, и посмотрим, как этот Флойд Роуз будет работать. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Нас ждет много всего интересного. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылки также будут в описании под этим видео. Ну, а меня зовут Сергей, и это канал Guitar Mania. Всем позитивного настроения. До встречи на Ютубе. Субтитры сделал DimaTorzok